никакой нарезки никак окунать фруктов шоколад я вам этого сегодня ничего не покажу я вам покажу как собрать букет для вира стар почти все готово у меня уже давайте не будем ждать приступим соберем небольшой букет у нас уже есть подготовленные яблоки в шоколаде здесь у нас идет разная нарезочка уже уже подготовленная и сама корзинка у нас идет также я заготовил заранее вот такие шпажки они нам сейчас очень сильно пригодятся давайте погнали значит сначала мы с вами первый ряд оденем потом заполним шоколадом и ромашками я одеваю апельсин киви грейп далее одевая грушу грушу я парил с одной стороны вот такие в рифленым ножом если видно в принципе все как всегда вот четыре фрукта у нас у меня есть давайте сюда еще буду добавлять клубнику клубника у меня нам это уже все и вот пять ингредиентов у меня есть собираю достаточно быстро потому что мы уже опаздываем на день рождения к мира стар сегодня будет проходить в каком-то интересном месте будет много гостей я думаю кусочек тоже заснимем соответственно и вы узнаете а может быть уже знаете кто это вот половину я уже собрал как видите все пол половину мы почти собрали так едем дальше что у нас идет после этого после груш у нас идет апельсин смотрите клубничку пропустил давайте здесь я одену наш клубничку так нормально клубника хорошая так здесь апельсинка у нас пошла здесь у нас киви идет не той стороной поставил нашу шпажку первый ряд уже практически у нас собран осталось буквально четыре там пять фруктов где-то одеть или надеть как правильно поэтому сами знаете так здесь мы давать еще тоже клубничку оденем и последний фруктик ну как то вот давайте груша все вот вот так у нас получился первый ряд достаточно симпатично ярко теперь давайте вот соберем вот такую горку фруктов я не знаю как это будет дальше выглядеть мне для этого потребуются щипцы попрошу своего помощника помощник дай пожалуйста щипцы вон там они очень далеко кусачки точнее вот без них вообще никуда мне подсказали она девочка так ну давайте заполнять начнем потихонечку честно говоря такой букет сам первый раз собираю он такой достаточно экспериментальный у нас получается и могу сказать достаточно интересно собирать такие букеты потому что в конце может такое интересное что-то нарисоваться что просто офигеть так здесь у нас вот киви идет пол букета еще не собрано где-то четверть только стараюсь через один ставить наши вот что это это бананы шоколаде и в розовой глазури через один ставлю ну и в конце украсим я думаю тупер поставим тупер будет у нас наверное с днем варенья потому что такой достаточно оригинальный хотя посмотрим какие варианты у нас есть тупером можно вместо тупера еще из ананаса вырезать надпись с днем рождения но это достаточно длинная надпись ее и долго делать мне кажется тупер будет посимпатичнее даже смотреться так груша с груш ставить не буду поставлю сюда зелененькое киви так а вот здесь уже можно и грушу поставить почему бы и нет здесь дальше идем и ставим ставим сейчас салфеточку возьму хорошо что они рядышком есть салфетка нужна для чего я беру уже не первый раз фрукты и руки у меня вот мокрые становятся соки и если этими руками возьму шоколад он у нас намокнет и будет не очень красивый а здесь опа вот так беру салфеткой наше яблоко и все она чисто остается ничего не видно так здесь давайте тоже грушу поставим все маленькие шпажки мне больше не нужны сейчас будем чуть подлиннее использовать уже немножко будет подлиннее груша пошла наверное давайте как сделаем я сейчас может быть как мне сделать могу сразу все шоколадом заполнить а могу по очереди давайте на по очереди по мере поступления буду заполнять наши наши фрукты буду сюда засовывать так время очень мало очень сильно тороплюсь стараюсь все сделать очень аккуратненько насколько это только возможно так вот шикарно шикарно в конце кстати еще виноград добавлю мне кажется это просто бомба будет с виноградом винограда добавлю два вида еще обязательно сюда у меня ромашки уже подготовлены есть на этот букет у меня шоколада еще 6 штучек осталось ну как раз туда влезет 6 шоколада смотрите грейп какой цвет дает офигенный смотрю еще может быть мята у меня где-то есть если есть мята обязательно добавлю киви у меня уже концу подходит поэтому надо три штучки растянуть будет на весь букет значит вот столько букета я уже собрал и нам нужно его быстренько быстренько уже закончить доделать так возможно даже мне груш не хватит такое красивое яблочко мне вот моя салфетка давайте наверное как сделаю вот сейчас максимум вот этих я воткну в букет они сразу заполнят пространство и я остатки буду уже добивать теми фруктами что у меня есть вот этими и чтобы уже не отвлекаться на шоколад принципе тоже неплохая идея вот две штучки последние остались так еще сейчас чуть-чуть очень далеко воткнул и последнее ну и все и вот так все пожалуйста я объем заполнил и теперь можно добивать все наши дыры дыры фруктами ну меня еще сколько минуток 335 минут уйдет на все это так вот смотрите как у нас букет почти уже почти готов конечно удобнее вставляя большие дольки сразу они заполняют соответственно больше места а вот эти все маленькие груши тоненькие это достаточно все долго долго сборка у нас получается с вами сейчас здесь не получается если не получается можно вот так воткнуть фрукты садить и и туда воткнуть здесь апельсинки то же самое сделаем все последнее последнее просто последние фрукты у нас здесь идут так здесь немножко поглубже ну что ж пожалуйста вот так получилось теперь у меня есть вот такие ромашки надо их как-то сюда ставить для этого мне потребуется шпажки чуть чуть побольше теперь теперь давайте выберем самую красивую сторону есть вот такая сторона здесь что мне не очень нравится у нас груша 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 три груши рядом а здесь что здесь у нас получается много яблок здесь в принципе яблок также короче выбираем самую сторону не очень мига что ты здесь груш много да и закроем ее ромашками значит ромашку сейчас я проткну покажу как вот под углом 45 градусов мы и вот смотрите 1 ромашка 2 но я думаю сколько две точно сделаем 3 может быть ромашки сделаем давайте вторую я пока поставлю я на всякий случай 4 ромашки сделал к не знаю как это будет выглядеть такой момент вот здесь у меня стоит яблоко вот оно я немножко намочил протер давайте вверх сюда поставлю потому что здесь будет ромашка находиться и яблоко все равно никто не увидит и там так как ромашку нас мокрая все фрукты у нас тоже мокрые и шоколад намокнет нет смысла ему там находиться если сбоку торчит еще ладно ничего ну давайте наверно три ромашки сделал нас есть последняя я просто думаю как ее принципе можно с четырех сторон тоже поставить тоже в принципе вариант неплохой давайте на с четырех сторон поставим вот здесь у нас яблоко чуть чуть ниже опа четвертое точнее третье четвертое сейчас будет ромашечка у нас так здесь яблоко мы также это убираем пока я его вверх поставлю так вот так мы его определили что нам осталось сделать это нам нужно срезать наши шпажки срезаем их не до конца оставляя ну где-то сантиметр потом я думаю на этот сантиметр этому физалисное наденем давайте сначала мы раскидаем нашу клубнику вот у меня клубника здесь сбоку есть если вам видно можете посмотреть на нее одеваем клубнику клубнику мы стараемся ставить не кучно не в одно место а раскидать по всему букету чтобы ее было видно со всех сторон клубничным не знаю штучек 10 то может чуть чуть больше одену она у меня вся мелкая в принципе и прикольная что она мелкая потому что когда она крупная она конечно него не во не во всех букетах хорошо смотрится именно крупная а здесь мелкая мне кажется то что вот вот вообще то что надо просто идеально вот немножко раскидал можете посмотреть и теперь у нас в ри теперь у нас виноград пойдет вот мне красный крупный виноград он с косточкой идет он очень сладкий просто офигенный еще немножко зеленого я добавлю а потом покажем вам крупным планом как это и что это мне потребуется еще физалис попрошу свою помощницу помощница пожалуйста физалиса из холодильника мне дайте буквально четыре штучки четыре штучки мне надо да помойте пожалуйста физалис с красным виноградом у меня все и давайте немножко зеленого все таки раскидаю зеленый он такой контраст уже даст достаточно интересный потому что когда у нас тут везде красная или везде зеленый обязательно цвета разбавлять будет очень хорошо смотреться так вот и физалис поспел сам физалис мы оденем на ромашки наши при сборке букета обязательно смотрите чтобы вас не оставались какие-то маленькие дырочки где-то потому что это все будет смотреться потом не очень вот я вроде бы тут снизу немножко осталось буквально еще думаю минутка да и все наверно у нас заканчивать физалис вот он такой красавец у нас и одеваю вот сюда на ромашки раз тут 2 еще 2 1 3 и 4 чтобы вы могли самостоятельно собрать такой букет вам потребуется сама корзинка основа ананас нужно сделать рабашки также для ромашек вам потребуется либо трафарет либо вырубка штамп называйте как хотите грейпфрут апельсин киви два вида винограда клубника груша что у меня тут еще физалис у меня есть обязательно у нас идут шоколадные элементы это мы их так называем это у нас яблоко в шоколаде и в розовой глазури сам такой букет по весу примерно где-то два два с половиной килограмма честно говоря его даже не взвешивал я думаю его взвешу и уже потом напишу значит по поводу топпера топпер у нас выполнен выполнен из пенополистирола что это такое можете вот здесь посмотреть там будет небольшой обзор минут на десять что такое топпер и какие они вообще есть это достаточно очень интересно в принципе что вот такие классные букеты здесь немножко на топпере у нас клей еще остался но здесь ничего страшного я сейчас уберу значит сзади с обратной стороны он выглядит вот так его осталось только упаковать и вручить имениннику или имениннице сегодня узнаем кто у нас будет получать этот букет а так принципе все как всегда спасибо что нас смотрели на следующей неделе соберем что-нибудь вообще офигенное я пока сам не знаю что это будет думал что это будет реально что-то классное всем пока до новых встреч